Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Сегодня мы приехали в инсектариум, снимайте передачу. Здесь живут насекомые, здесь живут ученые-энтомологи. Самое главное, друзья, хочу ученых-энтомологов узнать, куда же делись тараканы из наших квартир. Погнали! Тараканы не пропали, они сохранились в квартирах, но они сократили свою численность. То есть, когда вы подходите, вот, например, к тираю, но сейчас мы их покормили недавно, поэтому они вылезли кушают, да? Если просто сюда подойти, вы никого здесь не увидите. Однако здесь живут сотни особей, во время экскурсии я их покажу, потому что они прячутся. И в квартирах у многих сохранились тараканы, они просто об этом не знают. Но численность их резко упала, и это связано с тем, что мы перестали использовать мусоропроводы, и поэтому, собственно, в самом подъезде стало чище, меньше пищи, которую они могут есть. Сам человек стал чище, перестал разбрасываться. Плюс мы используем мусорные пакеты, в которых, да, пищи добраться гораздо сложнее. Раньше мы их в ведра просто накидывали, да, сейчас все завязываем в мусорные пакеты. И, в принципе, сейчас отрава много против насекомых стало более эффективно, поэтому, потравив в квартире, однажды, да, они практически не будут возвращаться. Ну, иногда это такое бывает, но это уже от числа плотности жильцов зависит. Говорят, что тараканы исчезли, потому что перестали использовать клейстер и бумажные обои. Вот это насколько научно? Это сократило их пищевую базу, конечно. Клейстер, он съедобный для тараканов, потому что это, по сути, крахмал, который с удовольствием едят. Он также содержится в хлебе. Но, когда, соответственно, перестали им клеить обои, пищи у них стало меньше, опять-таки. Помимо того, что, в принципе, у нас сейчас пища вся в целлофановых пакетиках, вся в каких-то упаковочках. Мы открыли, быстренько съели и пакетик выкинули. Все, в пакетике уже не осталось еды. А когда клейстер, собственно, в квартире просто на стенах, они, конечно же, будут есть и размножаться, потому что у них есть чем себя кормить и на основе каких ресурсов производить потомство. В интернете говорят, что могут вернуться полчища тараканов в какой-то момент, и опять их будет невероятное количество. С точки зрения домов, возможно такой вариант событий развития, нет? Они могут вернуться, если вы раскидаете по всему дому какие-нибудь фрукты, овощи, хлеб. То есть у вас еда будет в открытом доступе, в большом количестве, постоянно. Тогда они, конечно, вернутся, у них будет пища, они просто будут существовать вместе с вами, как это всегда было. Когда пища недоступна для них, то им нет смысла находиться в вашей квартире, потому что они просто с голоду помрут. Ну, собственно, вывод достаточно прост. Тараканы никуда не делись, их просто стало меньше от того, что мы стали чистоплотнее. Не забываем поставить лайк, подписаться и написать в комментариях вашу версию, куда делись тараканы. Может, они у вас никуда и не девались. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!